Любая игра для тренера, словно хитроумная головоломка. Выездной поединок с действующим чемпионом страны и вовсе из категории задачек повышенной сложности, секреты разгадки которых сохраняются вплоть до стартового свистка. Какую главную задачу вы поставили перед собой при подготовке к игре с локомотивом? Не можно сказать. Поставляли у всех игроков об этом, чтобы им не играть. Но не можно сказать. В распоряжении Петерджелы нет Кирицы и Мариши. Главного тренера очень беспокоит психологическое состояние Вячеслава Малафеева, неудачно сыгравшего на стадионе в Черкизово 4 месяца тому назад. Зато у чешского наставника есть уверенность в том, что в каждом матче надо играть только на победу. Будь то поединок с заведомым аутсайдером, или игра с командой, которая совсем недавно на равных сражалась с мадридским Реалом. Блоков быстро повел в счете. На 11-й минуте отличился Руслан Пименов. Однако Зенитов навели порядок в обороне. В жесткой борьбе отвоевали середину поля и под занавес первого тайма добились заслуженного успеха. Андрей Аршаю над ним пасом оставил неудел всю защитную линию локомотива и Константин Коноплёв вторым касанием отправил мяч в сетку ворот Сергея Овчинникова. Было бы наивно полагать, что после перерыва подобечные Юрия Семеновна не попытаются вырвать победу. Но сказывается форсированная подготовка к чемпионату. В завершении атак железнодорожникам не хватает свежести. В одних эпизодах им явно не ведет, в других выручает свою команду Камил Чентофальский. Ну а «Зенит» на 63-й минуте наносит чемпиону нокаутирующий удар. На прострел Лукаша Гартика откликаются сразу двое петербуржцев. И Александр Киржаков буквально проталкивает мяч в ворота Сергея Овчинникова. 2-1. После этой победы мы вслух заговорили о том, что «Зениту» по силам побороться за медали самого высокого достоинства. Шесть очков, добытые в матчах сильнейшими соперниками, казалось, открывают перед нашей командой безоблачные горизонты. Перед игрой было такое почувствие, что мы должны все-таки выиграть сегодня, потому что уже давно команда не знала удачи с «Локомотивом». Мы должны были когда-то, именно такое чувство было, что сегодня.